Привет! Так уж повелось, что показателем хорошей физической формы часто считают очерченные мышцы пресса. Виден пресс, человек тренирован. Не виден, не тренирован. Но, во-первых, это суждение сильно ошибочно, а во-вторых, даже хорошо тренированные люди зачастую никогда не увидят свой пресс. Происходит это по двум основным причинам. Первая, ему просто физически невозможно проклюнуться через слой жирочка и воды, которая остается внизу живота и на животе везде. Вторая причина, это систематическое повторение неправильных тренировок, которые никак не ведут к тому, чтобы эти мышцы были развиты. В этом видео поговорим о том, как устранить каждую из этих причин и покажу классный комплекс, который пробьет мышцы любому человеку, который даже никогда в жизни их не чувствовал или делает по 500 тысяч скручиваний и читаешь на него пресс супер выносливый. Давайте начинать. Итак, первая причина, по которой пресс не виден, даже когда он хорошо развит, это слишком большой процент жира и водички в области живота, ну и, скорее всего, просто в общем теле. Как с этим бороться, я думаю, все примерно догадываются. Снижать калорийность рациона, то есть следить за своим питанием, постепенно жир будет уходить отовсюду, в том числе с области живота. И наступит тот момент, когда случится долгожданная встреча с вашим прессом, который вы упорно тренировали все это время. Также часто причиной того, что мышцы спрятаны, является повышенная отечность. С этой причиной тоже часто помогает разобраться питание, но в некоторых случаях нужно более глубокое вмешательство для того, чтобы понять, почему происходят задержки жидкости. То есть для того, чтобы боролись не с итогом какой-то проблемы, а конкретно самой проблемой. Если с питанием самостоятельно разобраться сложно и вы не в программе Фитми, то в описании к видео прикрепил ссылочку на планы питания, рассчитанные на минимальный дефицит калорий. Выбирайте, пользуйтесь, старайтесь следовать ему, и это ускорит процесс встречи с прессом. Следующая причина, о которой почему-то очень мало кто говорит, это проблемы со спиной. Казалось бы, при чем-то спина и пресс, а вот такая связь существует. Если у нас есть проблемы с нижней частью спины, то часто для компенсации этих проблем, для того, чтобы обезопасить вашу спину, образуются подушечки безопасности как раз на боках в виде таких жировых отложений. Эти подушечки жировые делают движения безопасными и компенсируют те вещи, которые должна была бы сделать сама здоровая спина. Поэтому, если вы делаете вроде бы все, жир отовсюду ушел, но только на боках остается, в первую очередь обратите внимание на состояние своей спины и поработайте с этим. Также часто мы не можем увидеть свой пресс по одной простой причине, из-за привычки сутулиться. Обратите внимание, когда я стою сутулившись, вот он живот, он сразу выпадает вперед. Как только я обращаю внимание на то, что сутулиться, это некрасиво, это делает меня еще ниже, кого-то еще более скрюченным, разворачиваю лопатки, и сразу же мне не нужно для этого сильно сжимать их, не нужно принимать какие-то неестественные позы, достаточно просто развернуть лопатки, подать грудь вперед, это мое естественное правильное положение, сразу чудом живот ушел. Поэтому не сутультесь, нет упражнений от сутулости, если что, вдруг. Никаких упражнений нет от сутулости, это только ваша привычка, это ваша ежедневная работа, ваше ежедневное напоминание себе, что сутулиться не нужно. Упражнения подскажут вам, где находятся мышцы, на которые стоит обратить внимание. Упражнения могут скорректировать неправильное положение тела местами, но сутулость – это наша привычка, это привычка принимать неправильное положение. И пока вы сами в голове не будете постоянно проговаривать, приучать себя к тому, что не нужно сутулиться, ничего на вас работать не будет, ни упражнения, ни лежания на гвоздях, стояния, ничего. Итого, небольшое подведение итогов первой части, решаем проблемы с питанием, избавляемся от лишнего жира по всему телу, и тогда жир уйдет с живота. Решаем проблемы с отеками, если они есть, решаем проблемы со спиной, перестаем сутулиться, и это существенно ускорит встречу с прессом. Теперь перейдем ко второй части, непосредственно к самой тренировке этих мышц, как делать упражнения правильно и эффективно. Казалось бы, что может быть проще упражнений на прессах, миллионы везде, но большинство людей не умеет их делать правильно и эффективно. В этом видео покажу небольшой комплекс упражнений на 7 минуточек. Упражнения подобраны так, чтобы вы волей-неволей, но начали делать их правильно и прочувствовали свой пресс. Перестали терять время впустую, перестали делать то, что не приносит результата, и перестали думать, что 100-500 скручиваний в сутки – это нормально, хорошо, значит, вы классно прорабатываете пресс. Для того, чтобы понять, как работать с любой мышцей, в том числе с мышцами пресса, нужно элементарно понимать, какие функции они выполняют, и какие движения заставляют эти мышцы работать. Если очень сильно упростить, то пресс работает тогда, когда мы приближаем эту точку солнечного сплетения к пупку, образно, когда мы пытаемся их максимально друг к другу приблизить, скрутиться в клубочек, приподнять при этом таз, в этом движении работает пресс. Как бы забавно ни звучало, но даже элементарные скручивания часто люди делают неправильно, и эти мышцы не включаются в работу. Второе, на чем стоит остановиться, когда мы работаем над прессом, нужно всегда акцентировать внимание на этих мышцах. Нужно стараться немножечко втянуть и напрячь живот, как бы прилепить его к спине и напрячь, и во всех движениях чувствовать, как эти мышцы сокращаются. Важно выбирать работу в сторону качества, а не в сторону количества. Если вы будете делать движения правильно, то, возможно, 50 скручиваний превратятся в 15. Это нормально, этого бояться избегать не стоит. И следующее, не нужно на старте выбирать какие-то суперсложные движения, которые требуют большой ловкости, координации, и включают слишком много побочных мышечных групп, типа махов ногами, подъемов прямых ног и прочего-прочего. Можно обойтись без этого и проработать пресс максимально качественно. Такие упражнения часто, наоборот, людей отвлекают. Они дают ложное ощущение того, что работает какой-то там нижний пресс, когда включается в работу подвздошная мышца, включается в работу бедра. И иногда они дают просто зацепить пресс по той причине, что человек уже устал, а пресс еще в работу не включился. Хотя все остальные мышцы и в целом дыхательная система уже говорят, все, остановись. Теперь давайте перейдем к самой подборке. Нас ждет 7 упражнений. 30 секунд мы работаем, 30 секунд отдыхаем. Я делаю и параллельно рассказываю, как это работает, на что обращать внимание. Готовимся и начинаем. Начнем тренировочку с классики. Начнем со скручиваний, но предварительно научимся их правильно делать. Для того, чтобы сделать скручивания эффективными, мы ложимся на спину. Ноги сгибаем в коленях, ставим всю стопу на пол. И теперь несколько важных моментов. Первый момент, видите, я могу сюда под поясницу засунуть руку или хотя бы пальцы. Стараемся прижать поясничку к полу, насколько это возможно. Прижали сильно-сильно. Для этого нам нужно приподнять немножко плечевой пояс, вдавить себя в землю и как бы подкрутить копчик вверх, вот сюда его, чтобы убрать прогиб поясницы. Крайняя точка, в которой мы можем лежать, это и есть наша крайняя точка для скручивания. Что мы делаем дальше? Мы ложимся полностью и плавненько скручиваемся, втягивая, напрягая живот, пытаясь себя придавить к полу. Работаем так 30 секунд. Включаем таймер и поехали. Поехали. Плавно, не спеша скручиваемся в клубочек, напрягаем мышцы, делаем выдох, выдох. Поясница максимально прижата к полу, даже чуть-чуть нельзя пальчик протолкнуть, даже зубочистку нельзя протолкнуть. Прижимаем себя спиной к земле со всей силы, именно нижней частью. Если делать движение правильно, пресс будет гореть огнем, как у меня это сейчас происходит, потому что мы это все переснимаем в сотый раз. Следующее движение жуки. Покажу сразу, как это будет выглядеть. Поднимаем согнутые в коленях ноги вверх, поднимаем руки вверх. Далее разные. Поднимаем руку, опускаем ногу. И наоборот. При этом не забываем главное правило. Живот стяжен, напряжен, поясница прижата к полу. Можно выполнять жуков в таком положении, когда корпус приподнят. Можно выполнять немножечко проще, когда голова лежит на земле. Мы начнем с простого варианта. Прижали поясничку к земле, напрягли живот. Прижали, напрягли. Всегда держим мышцы напряженными. Акцентируем на этом внимание. Дальше нас ждет скалолаз. Скалолазы, простое движение, которое часто делают, вот просто, лишь бы повторить что-то, что увидели на картинке. Важно делать их тоже правильно, акцентировать внимание на работе мышц. Становимся в упор лежа. Подтягиваем колено к груди, но перед этим убираем все прогибы в пояснице. Опускаем копчик вниз, живот напрягаем, втягиваем. И выносим колено далеко-далеко вперед. Так, чтобы у нас колено выходило даже за руки немножко. Можно подавать корпус для этого вперед. Поехали. Работаем везде плавно, не торопимся. Как здорово. Работаем не спеша. Удерживаю правильное положение спины. Супер. Дальше включим в работу немножечко косые мышцы пресса. Работы с ними бояться не стоит. Они не сделают вашу талию огромной. Особенно если мы говорим о работе без дополнительных отягощений. Для того, чтобы сделать движение правильно, нужно встать опять-таки в правильную планочку, убрать лишние прогибы в пояснице. Ставим руки на землю, убираем прогиб в пояснице. Можно специально такое движение сделать. И из этого положения поднимаем прямую ногу в сторону. Стараемся не заваливаться сбоку на бок, при этом таких движений избегать. Держаться всегда параллельно полу. Ноги не вылашить по земле, а поднимать и ставить. Супер. Прекрасно поработали и прямые мышцы, и включили в работу косые. И сейчас продолжим их развивать. Для этого становимся в боковую планку. Здесь становимся так, как вам удобно. Кто-то может поставить ногу на ногу, кто-то может поставить ноги в такое положение, и то и другое будет правильно. Я, пожалуй, стану уже так, потому что действительно подустал. Так получилось, что не с первого дубля все снимается. Пресс горит огнем. Что мы делаем дальше? Ручкой. Подтянулись за корпус далеко-далеко. Развернули корпус, посмотрели на свою ладошку. Подтянулись за корпус, посмотрели на ладошку. При этом не провисаем вниз, таз держим высоко-высоко. И стараемся еще с каждым движением себя искусственно выталкивать вверх. Движение выполняется симметрично на правую и левую сторону, естественно. Поэтому принимаем положение для второго круга. Если после тренировки вдруг случилось так, что ваши мышцы пресса еще поработали, но не устали, можете сделать второй такой круг. Написать в комментариях, справились ли вы со всей тренировкой. Сделали один круг, два, три, может быть, десять. Тогда поговорим, наверняка что-то пошло не так. Наверняка включали где-то инерцию и забывали акцентировать внимание на работе мышц. Плавное скручивание, таз тянется вверх. Дотянусь, ты ребенка за спиной. И вверх. Поворачиваемся плавно, спокойно. Отлично. И последнее движение на сегодня это прыжки в упоре лежа. Из упора лежа будем переходить в упор присев. Готовимся к этому движению мы следующим образом. Садимся на корточки, садимся на носочки. Ставим руки на пол, на пальчики или на всю ладошку, как вам удобно. Наверное, лучше начать даже со всей ладошки. Из этого положения мы прыжком оставляем таз назад, прыжком садимся обратно. Эта работа должна быть интенсивной. Поехали. 30 секундочек нужно потерпеть, подтягивать к себе коленочки, скручиваться в тазу и не забывать, что при этом акцентируя внимание на работе мышц пресса. Живот всегда втянут, напряжен, поясница нигде не прогибается. Избегаем вот таких движений. Стараемся все время работать красиво и правильно. Для того, чтобы пресс немножечко расслабился, отдохнул, после таких тренировок лучше лечь на спину, поднять руки вверх, выпрямить ноги. Полностью расслабленным полежать. Мышцы придут в себя, немножко растянутся, улучшится кровоток. И можно сказать, что вы поработали полноценно. Есть более тяжелые вариации для тех, кто занимается, например, на перекладине. Если интересно, покажу. Обязательно пишите об этом в комментарии, чтобы я знал, что эти видео кому-то нужны. На сегодня все. Пишите, получилось ли. Пока. Пока.